Вышли ребята с ВДВ, уходи-уходи, человек а не лох, бандерлоха не бог. Я их понимаю, это акт художественного творчества, к ним претензий нет. Ну бог с ним, Саша. Но вот эти вот люди, которые не сопляки, у которых за плечами политическая деятельность у многих, они понимают... Есть же такая профессия, революционер. Ну, для меня всякий революционер, вот любой революционер для меня, это прежде всего маньяк. Серийный убийца, маньяк и очень часто провокат. Но это меняет как профессию, как способ бытования. Окей, неужели не видно, каким провокативным началом несет от вот этого поступка встать, взять мегафон и кричать Путин вор, Путин вор, заставляя людей кричать вот это. Но это, Юра, но ведь согласись, у них есть опыт и знание того, что в 91-м это не кончилось с тотальной бойней. А чем это произошло? А привело к результату, который на какое-то время устраивал этих людей. Во-первых, я с тобой не соглашусь. Все знают, что события 91-го года привели к тотальной бойне. Да, основная часть крови пролилась не в Москве, но и в Москве, Саша, был 93-й год, который является прямым следствием 91-го. Да. Да? Но в результате страна изменилась. Она стала другой, и это очки. Я рискну вот что сказать. Я рискну вот что сказать. Скажи, пожалуйста, когда человек покупает новую зубную щетку, он меняется или нет? Нет. Пользоваться... Почему? Ну, смотри, пользоваться лучше... Смотря в каком смысле... Смотри-ка, спрашивай. Правильно, смотря в каком смысле. Россия... Я очень страшную историю вещь. Россия совершенно не изменилась, как совершенно не изменяется человек, который вместо дырявых трусов стал носить целое. Когда мы говорили, рухнул железный занавес, мы стали ездить за границу, у нас появилась свободная... Это что такое вообще? Это не такой однозначный вопрос. Он настолько неоднозначный. Я думаю, что человек, как это ни дико прозвучит, уж извини. Вот эти все свободы и влияние свободного мира определенную категорию людей меняет. Саша, медленно. Окей, является ли заложена потенция этого изменения? Да, конечно, не все. Окей, я по-другому поставлю вопрос. Является ли расширение границ вольера обретением свободы? У обезьяны была клетка 2 на 2. Минуту. Ты ответь. Потом ей дали клетку 222 на 222. И она сказала, это свобода. Это свобода? Я, как представитель коренной национальности, отвечу тебе вопросом на вопрос. Коренной? Да. А у жителей свободного мира? Да. А есть зап вольера или нет в принципе? Смотри. Это... Американ, смотри. Есть вольера? Я тебе отвечу положением из статьи, которую мне прислал Андрюша. Вот статья, не помню этого товарища, про... Про налоги? Про налоги. Киселев, по-моему. Да, нет, он пишет, смотри, каждый американец, пишет он, находится в индивидуальных отношениях с налогами. Да, 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 я читал. Ты читал, да? И бюджет США на 92% сформирован из налогов, которые платит каждый американец, сознательно вступая в индивидуальные отношения. А у нас на 16, и потому размер нашего вольера 16 квадратных метров. Да. Сантиметров, километров. И никто не знает, ну, так сказать, почти никто не знает, где находится его налоговая инспекция. Да. Понимаешь, это правда. Это правда. Смотри, когда человек воспринимает государство как субъект, с которым он формирует индивидуальные отношения... Совсем другая. ...это свобода. Потому что она подразумевает ответственность мою за тот размер отношений с государством, в которое я вступаю. Согласен. Да? Согласен. У нас ничего этого нет. Ты понимаешь, у нас обезьяна... Но ты же говоришь о том, что и не будет. Здесь не будет. В силу национального характера. Ну, Юра, ну тогда, следует твоей логике, я понимаю ее, следует твоей логике, вообще бессмысленно любые порывы что-то изменить. Здесь, кроме одного, изменить самого себя. Да, кроме этого. Да. Кроме этого, все бессмысленно. Абсолютно. Это только кровь. Да. И такую перспективу. Совершенно верно. Бессмысленно. Абсолютно. Сидеть дома и совершенствоваться. Да. Ради бога совершенствоваться. Да. И тогда, может быть, если три поколения людей проведут дома, самосовершенствуясь, тогда, может быть, четвертое поколение... Выйдя на улицу. Не выйдя на улицу. И не надо будет выходить на улицу. Я имею в виду, не... Родятся люди в четвертом поколении. Не будет уличного хамства, не будет... Да, да. Не митинги, я имею в виду. И наступит это незаметно. Редактор субтитров А.Семкин